Лизоньке стало плохо. Первый страшный диагноз – гнойный менингит. Его поставили, когда Катя с дочерью еще лежали в роддоме. Девочку начали лечить. Многочасовые капельницы, жизнь в больничных стенах. Медицинская карта маленькой Лизы росла на глазах. Гнойный менингит, потом кровоизлияние, потом кровоизлияние убирается, встается гнойный менингит, потом энцефалопатия, потом зрение примешивается, слойка сетчатки, потом атрофия зрительного нерва, потом ставится ДЦП. И много-много у нас в выписках, много диагнозов, которые просто тяжело произнести. Причин много в том, что девочка такая. И течение беременности, и состояние здоровья матери, и то, что она уже родилась, допустим, там с определенными последствиями. Причины есть. Но проблемы у нее будут всю жизнь. Вот только ни о каких проблемах во время беременности медики почему-то не говорили. Кате наблюдалась весь срок. Она проходила все необходимые обследования, трижды лежала на сохранении. О внутриутробных инфекциях не было и речи. Как так вышло и почему медики не били тревогу раньше, для Кати уже не важно. Главное – поднять на ноги дочь. Ради этого она месяцами лежит в больницах. Зея, Благовещенск. Когда Лизе совсем плохо, мама везет ее в областной центр. Если состояние у ребенка стабильное, лежат периодически в больнице в родной Зее. К списку диагнозов добавился еще один – эпилепсия. Девочка часто страдает от сильных судорог. Медики признают, ребенку нужна помощь, но вылечить девочку они не могут. Говорят, это невозможно. Запросы не раз отправляли в центральные клиники. Ответов пока нет. Крупные российские центры просто не берутся лечить маленькую амурчанку. Ну, нам, получается, везде ставят то, что у нас эпилепсия. А мы разговаривали с врачами городской больницы, государственной больницы в Владивостоке и с врачами китайской, вот этой клиники Ньянь. И нам сегодня в голову сказали, что на эпилепсию это не похоже. Когда у человека эпилепсия, он все, он идет все совсем по-другому, не так, как вы. И нам сказали везде, что это все из-за родовых травм. Надежду семье подарили врачи из Владивостока. Принять Лизу согласились в Центре Восточной Медицины. Мама с бабушкой решили, упускать такую возможность нельзя. На лечение ребенка повезла бабушка. В Владивостоке с девочкой работали китайские врачи. Сказал, что шейка все. Доделал нам шейку. Поправили одну ногу. Мы спрашивали, что в позвоночнику, у нас же искривление по штуку. Это в самую последнюю очередь. Пока голова не восстановится. Там какой-то сосуд, как я поняла, ищемленка. Ему надо время, чтобы он расправился. И пошло уже все нормально. Девочка стала активнее. Да и судороги ребенка стали беспокоить значительно реже. Для маленькой семьи Лизы это настоящий прорыв. И они продолжают рассылать запросы в клиники и медицинские центры. На днях получили приглашение из Израиля. Исходя из полученных медицинских документов по Буздегаре и Елизавете, специалистами медицинских центров Шиба и Шнайдер составлена программа диагностики с 10-дневным пребыванием в стране, на основании которой вам будет рекомендовано лечение. Обследование и проживание в Израиле обойдется в 400 тысяч рублей. И это не считая дороги. Таких денег у семьи нет. Биологический отец Лизы с лечением дочери не помогает. Он ушел из ее жизни, как только узнал о болезни ребенка. А мама и бабушка девочки из-за постоянных разъездов не могут устроиться на нормальную работу. История Лизоньки известна многим, и многие уже приняли участие в ее судьбе. Если вы можете помочь ребенку, номер счета опубликован на сайте amur.info в разделе «Крылья». Там же указан номер телефона мамы Лизы Екатерины. Семья девочки уверена, Лизе можно помочь. Главное не останавливаться и верить. Пусть даже в чудо. Ты хаюшенький? Да? Почему я? Она понимает уже, все понимает. Музыка.